Выиграл выборы глава местного комитета госбезопасности, ФСБ, при котором коррупция достигла просто сумасшедших размеров. Воскресенский стал первым, первое место по коррупции в Подмосковье, при нем, и он становится мэром. Я думаю, что даже человек, который ничего не умеет, и который вообще, это просто журналист пришедший, вот вместо него, он, это плюс, потому что он, по крайней мере, воровать не будет в таких количествах, если он честный человек. Назначение на мэрство происходит вовсе не из-за того, что человек что-то умеет, а в том, что он является приятелем, или сокурсником, или просто человеком удобным для нынешней олигархической структуры в городе. Он не исполняет почти никаких функций, он просто приходит и отбивает деньги. То есть, вложили в него на эти выборы, там, не знаю, 3 миллиона долларов, он отбивает 5, потому что 3 миллиона он отдает всем остальным, плюс проценты, плюс оставляет себе. Ребята, мы спрашиваем, а как вы будете управлять этим городским хозяйством? Я говорю, а давайте просто мы вычеркнем эти 5 миллионов долларов, которые сейчас будут разворованы. Я вам уже заработал 5 миллионов городскому хозяйству. А уж, извините, распределить 5 миллионов, чтобы убрали вот этот район, чтобы, наконец, заасфальтировали вот эту улицу, повесили вот этот светофор, это что, сложно? Не сложно. Это не так, чтобы сложно. Когда дети есть и сложно. Когда еще на дорогах не воруются. Ну, это мы, Елена, мы очень забежали вперед, потому что вообще-то пафос всего этого материала был в том, что невозможно пока пробиться, какой там мечтает, станет он хорошим мэром или плохим, пока невозможно пробиться человеку, условно говоря, с улицы. Без мафии, без клана, без поддержки, без поддержки. Невозможно даже зарегистрировать. Да, еще хуже. Это еще хуже. Если ты даже 7-5 его лбу, если ты даже там родился, у тебя есть даже образование, если ты даже когда-то занимался градостроительством, если ты вообще человек подкованный, подготовленный, но ты не идешь не от этой партии, Единой России, а от другой. Все. Все. Ты проходишь одну линию баррикад, проходишь вторую линию баррикад, но на третьей линии тебя уже ждут. И хоть ты будешь профессор, хоть ты поднял с отла нескольких городов до этого. Нет. Потому что телевидение в руках кого надо, пресса в руках кого надо, избирательные машины кого надо тоже. Поэтому здесь вероятность 99% что вы говорите. Они страхуются, и все равно они страхуются, и вас не допускают до, собственно, выборов. Мало ли что, вот они телевидение кому надо, газеты кому надо, а они вас все равно не подпускают. А вдруг, не дай бог, какой-то из этих механизмов даст сбой, и вас выберут. То есть все-таки лучше, чтобы вы не участвовали в этих выборах. Вы же не дошли. Я на этом этапе оказался, я свалился им на голову, как снег, а я не был учитан ни в каких расчетах. Я был в их уравнении лишней единицы иксом и игреком, которые, я не знаю, может быть, я и был безвредным, но я в эти расчеты не влезал. И они решили просто выучить меня первым уже. На всякий случай. На всякий случай. Потому что все остальные переменные у них, в общем-то, были известны. Они знают, что придет Вася из «Яблоко», Петя из «Коммунистов», Сережа из ЛДПР. Они всех знают как об лупленных. Я даже более того скажу, они уже с ним договорились. Тебе столько-то голосов, тебе столько-то голосов, тебе столько-то голосов. За это мы тебе вот эту фирму не трогаем, эту фирму не трогаем, и эту фирму не трогаем. А тут какой-то ворсобин свалился из Москвы. Еще из Москвы. Еще из Москвы. И там пошли слухи, что я... Сначала слухи пошли, что я командирован Чуровым. Проверять на месте, значит... А, тайный агент. Да. Потом, когда я врезал и Чурову после, значит, этой публикации, уже это смолкли. Там они решили, что вообще, видимо, из генпрокуратуры, если уж не от Чурова. В общем, воскресенье был несколько так шокирован моим появлением. И вот эта серия публикаций, которая произошла, она, ну, скажем, была замечена горожанами. Потому что моя фамилия бродила, иногда даже бродит в блогах. Мы выпустили фильм по следам моих этих покажений. Я все время говорю моих-моих, на самом деле ничего бы этого не произошло, если бы у меня не была команда. Людей, которых мы... Вот мы верили друг в друга. Это команда моих друзей, которые просто, вот поверив в меня, они поверили в меня, как некий журналист. Они вдруг решили, что я действительно реально могу прорваться. У нас был такой костяк 5-6 человек. Сумасшедших людей. Такое бывает, да, я знаю. Которые, опять же, как снег нагло свалились, вот чужой. Совершенно чужой город. И для них, и для меня. И мы пошли по квартирам собирать подпись. Но вы делаете, у вас заканчивается публикация крайне, там, депрессивным и неоптимистичным выводом, что невозможно, пока невозможно. Болотные, не болотные, вы даже об этом и не говорите. Видите, уже год после болотных, где потребовали честных выборов, и что-то там обещал Дмитрий Медведев в свое время. И вывод ваш через год после этих событий, что пока нет, непрошибаемо, никаких забудьте пока о честных выборах. Так я поняла вашу концовку. Да, и причем в Москве это еще реально, более вероятно, потому что слишком много наблюдателей, слишком много иностранцев, слишком много людей неравнодушных. А вот чем глубже, чем малонаселеннее города, тем они вот так вот на периферии, тем там просто, там без власти. Там, по сути, даже Единой России-то нет. Там есть люди, которые просто приходят, вот скажем так, как получил назначение от Единой России будущий мэр. Потому что его друг находится в очень хорошем, у него хороший пост в подмосковном правительстве. А до этого была такая интересная история. Был мэр Воскресенска, который вдруг решил, она была раньше бывшим прокурором города, она решила поиграть в честность. Она решила не подписывать те транши, которые идут из Подмосковья, с откатом. Но она прокурор, она не умеет это. И она не подписывала. Город встал. Деньги перестали выделяться на городское хозяйство. Теперь до сих пор горожане проклинают ее, потому что действительно город встал. Она нарушила систему связей. Когда из подмосковного правительства ручеек денег течет в этот маленький городок, но только с дозированным. Это тебе, это мне. И поэтому, когда назначаются мэры в маленькие городки, они назначаются кем-то с учетом будущих трансферов, чтобы эти деньги шли, извините меня, более... Гарантированно. Более гарантированно. Поэтому у них строятся дороги, которые строятся каждый год. Вот положат дорогу, весной пах, и нет дороги. Приходят радостные подрядчики. Они крадут еще одну дорогу. Продолжение следует...